Первый день июля месяца начался для украинской артиллерии довольно удачно, так как ей удалось добиться полного разгрома тренировочного лагеря сепаратистов под городом Славянск. В числе жертв оказались более 250 человек. Подробности этого вопроса выясняли аналитики издания «Биржевой лидер». Исходя из предварительных данных, 25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада проводила обстрел по лагерю сепаратистов. По данным разведчиков, на месте военных действий было ликвидировано значительное число террористов. Один из разведчиков также счел нужным добавить, что на сегодняшний день обстрелы подвергаются позиции сепаратистов возле Новоалександровки. Продолжение боевых действий разворачивается в районе города Славянск. Согласно информации ополченцев, военными проводился артиллерийский обстрел города и его окрестностей. В ответ ополченцами проводилась атака позиций военных на горе Карачун. Стоит отметить, что в понедельник, 30 июня, в Восточной Украине подошел к концу срок формального перемирия, которое не так давно заключили правительство Украины и руководство самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В ночь на 1 июля главой украинского государства Петром Порошенко было сделано заявление насчет официального продолжения военной операции. По словам официального представителя антитеррористической операции Алексея Дмитрошковского, всех боевиков, желающих уйти из зоны антитеррористической операции, сперва с чрезвычайно тщательностью допросят и проверят касательно их участиеобразных преступлений. Это заявление было сделано Дмитрошковским на брифинге. По его словам, создание коридора вовсе не является большой проблемой, так как основная проблема заключается в том, что именно использует в своих целях этот коридор, по которому будут отступать террористы.